Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и на моем канале Коминбай. На этом объекте я полгода назад закрывал вопрос с дымоходом. Я оставлю в него ссылку, не буду на нем заострять особое внимание, а здесь уделю именно подключению. Сейчас здесь установлен газово-атмосферный котел. Котел, который работает, конечно, от воздуха, который берет из помещения. Я неделю назад был на этом объекте. Мне присылал фотографии заказчиков, установил котел, дал все размеры, уровень выставил, шагенциркульный, все замерил, все классно. Дай бог, что фотографии такие присылали на Viber все клиенты, которые обращаются ко мне. Но я когда приехал, я смотрю сюда, а тут 150-й выход, а на котле 130-й и не классический 130-й. Но я об этом знал. Я переходник взял, сейчас вам покажу немножко дальше. Я когда увидел 150-й выход, у меня руки опустились. И я уехал и приехал сейчас заново на этот объект. Почему здесь 150-й выход? Я в прошлый раз, когда снимал на этом объекте дымоход, я говорил, здесь дымоход сделан с запасом. То есть сейчас здесь котел уже купили. Все отлично, выход у него 130-й. Но могло быть такое, что котел купили со 150-м выходом, либо со 160-м, либо со 140-м. И здесь нельзя было использовать классическую 130-ку. А внутри здесь стоит овальная вставка. И в эту овальную вставку 100 на 200, она соответствует 150-му круглому диаметру. Вы можете переходить от котла с меньшего диаметра на шахту большего, но вы не можете, если на котле у вас больше диаметра, переходить на меньший. Ну да, я забыл, время прошло, заказчик не прислал фотографии. Но бывает, это рабочие наши будни. Поэтому что я здесь буду устанавливать? Первое условие заказчика сделать, конечно, из IC304 толщиной металла 1 мм. Это реально с запасом. С огромным запасом, но окей. Это, по крайней мере, не хуже. Вот если бы мне сказали бы IC430 толщиной металла 1 мм, я бы ее не ставил. Я бы поставил IC304 толщиной металла 0,5, либо 0,6 мм. Потому что я знаю, что происходит с IC430 маркой на газовых котлах. Это вы можете увидеть не в год, не в два, а вы можете это через 4-5 лет увидеть. Результат работы, когда IC430 стоит на газовых котлах. И монтажники знают, о чем я говорю. И смотрите, условия заказчика по материалам понятны. Второе. Закрыть вот это вот отверстие технологическое и закрыть вот это отверстие. Будем это все делать. Я согласовывал по фотографиям, показывал свои объекты заказчику. Поставим такое вот кольцо уплотнения, оно станет вот здесь. Видите? Аккуратно, красиво будет, вообще идеально. А вниз тоже было два варианта. Либо поставить вот такое кольцо. На прочистке, если честно, оно не особо красиво смотрится. И мы с заказчиком пришли к одному мнению, что будет устанавливаться вот такое вот колечко из нержавеющей стали. Вот эти элементы, они изготавливаются под заказ. Под заказ, потому что их стандартных нет. Они есть квадратные, есть прямоугольные, но нет их именно кругов. Кругляшки делаются под заказ. Возможно, было бы и хорошо, когда с коммунтиком смотрите. Я на самом деле прикину, посмотрю. Но на последнем объекте заказчику не понравилось. Именно когда стоит кольцо уплотнения. Хотя мне показалось вполне неплохо. Сейчас посмотрим следующее. У нас здесь на котле 150. Ну, понятно. На котле 130, в шахте 150. Тяга просто отличная. Я поставил там дует так, что ай-яй-яй. Теперь с котлами. Большинство европейских производителей показывают в паспортах 130-й выход. Но по факту это не 130 мм. По нашим нормам строительным, по крайней мере, в Республике Беларусь, насколько я знаю, большинство стран постсоветского пространства, дымоход должен собираться по дыму от начала до основного дымохода. И здесь я соглашусь. Я не касаюсь сейчас кондиционных и турбированных котлов, где можно собрать систему по конденсату, если есть газоплотная резинка. Вот если нет газоплотной резинки, вы собирать систему не можете. И из практики скажу так. Атмосферники я собираю именно от начала по дыму. Я по конденсату их не собираю по одной лишь причине, потому что газовщики, они их не примут. Я не сторонник газовых котлов, именно от газовых котлов собираюсь по конденсату из-за той особенности, которая есть на котлах. Смотрите, вот классическая 130-я. По нашим строительным нормам должна собираться наружу. Здесь 130+, он не одевается. И что получается? Сюда надо ставить переходник. Переходник, который идет, он заказной, он не 140-й чистый. И переходник, который позволит нам собрать здесь по дымо, а дальше по конденсату. Видите, вот так он собирается, а дальше система уже собирается вся по дыму до котла. Можно ли эту систему собрать по конденсату? Можно, но снова уже. Если мы ставим газоплотные резинки на соединениях трубок, все отлично. Все проходит, да? И по строительным нормам пройдет. Но вот здесь газоплотные резинки никакой нет. И когда вы собираете вот такую систему здесь по конденсату, в атмосферных газлах, вот видите, здесь понятно, что есть зазоры, но никак. То есть, можете ли вы их собрать? Да. Но с чем вы сможете столкнуться в дальнейшем? Во-первых, при приеме, при сдаче газового оборудования в эксплуатацию, вам просто на законных основаниях напишут предписание для того, чтобы вы переделали дымоход. И они будут правы. Смотрите, еще, когда вы собираете вот таким образом по конденсату, ставили вовнутрь, вот здесь вот, видите, какая бортовка. И практически на всех котлах такие вещи. И сюда уже будет затекать конденсат. И когда сюда конденсат затекает, то вот здесь вот точечная сварка. Это обычная оцинковка. Это не нержавеющая. Не ставит ни Вайланд, ни Бош, ни Висман. Я не знаю, если вы знаете каких-то производителей, которые ставят вот эти вот патрубки из нержавеющей стали, пришлите, мне просто будет интересно. Они все ставят оцинковку. И я из своей практики, когда выезжаю на объекты, которые котлы стоят по 10-15 лет, вот здесь уже сами заказчики вкручивают саморезы, потому что она просто отваливается. Это реально так. Поэтому как вы будете собирать дымоход, вот именно вот этот участок, это полное ваше право. Но по строительным нормам, именно мы будем касаться строительного норм, она должна собираться по дыму. И я полностью с этим согласен. Потому что с точки зрения эксплуатации, дальнейшей эксплуатации, конденсат, если даже появится вот на этом подводящем участке, там маленькая-маленькая стручка, ничего с вашим котлом не будет. Вообще ничего. И если вы его отправите, конденсат, именно на вот этот приемный патрубок, то проблемы у вас будут. Дело времени. Поэтому я собираю подводящие участки именно по дыму. Теперь те материалы, которые я вам показывал в начале видео, я установил. Конечно, поставили переходную муфту. Муфта нужна. К сожалению, это так. Поэтому не верьте тому, что написано в инструкциях, а проверяйте рулеткой. Лучше, конечно, штангенциркулем. Вот этот метровый участок мы подрезали, потому что метров есть много. Здесь 73 сантиметра. 27 сантиметров мы срезали. Благодаря чему мы смогли выйти, с учетом угла 90, выйти на ту ось, которая нам необходима. Сейчас мы поставили все. Все, теперь газы, они пойдут аккуратненько в дымоход. Даже если здесь какая-то появится немножко струечка конденсатора, ничего страшного от этого не будет. Взяли тряпочку и вытерли. Все. Это гораздо лучше, когда конденсат собирается вот здесь и со временем вот эти вот места приема дымохода, именно от котла, они отваливаются. Да, это точечная сварка, она элементарно отваливается, особенно на оцинковке. А теперь хочу обратить внимание на вот эти вот элементы, которые сделают, эту картинку. Заказчика мы согласовывали момент, он попросил кругляшку. И вот эти вот кругляшки, теперь смотрите, заглушка, она достается и прочистной карман, он открыт. Обязательно. И теперь, когда придет инспектор, неважно пожарный, либо семенгаза, он спокойно вставит в зеркальце, он увидит небо. Грибка там нету. Я еще раз напоминаю, я ссылку оставлю по этому объекту, потому что они запрещены, конечно, грибки запрещены. Все, заглушечку обратно поставили, аккуратненько ее подбили и все, посмотрите, как красиво, ну реально же красиво. В инстаграме зайдите и посмотрите, я там сделаю картинки, потому что там больше картинок, чем видео. И вверху здесь уже другая ситуация, здесь мы поставили уже кольцо уплотнее через хомутовые соединения. Мне нравятся такие, мне вот это нравится и вот это, но вот эта вот вещь, вот это кольцо круглое, оно здесь практически неприменимо. И в конце видео я еще хочу сказать следующее, это уже будет касаться монтажа. На участках, на атмосферных газовых котлах, если у вас верхний выход, а на атмосфере, как и правило, идет верхний выход, именно напольный котел, не ставьте угол 90. Если вы поставите сразу на выход угол 90 и войдете в стенку, вероятность того, что у вас не будет стабильная тяга, она 99%. У вас может вытянуть одно, если у вас там дымоход метров 15-18, да, если у вас дымоход в районе 6-8 метров, у вас будут проблемы. Это раз, по строительным нормам также запрещено сразу угол 90 ставить. Поэтому вы желательно ставьте полметра, после полметра угол 90 градусов. Можете еще поставить 25-ку плюс угол 90, вы где-то выйдете по оси на сантиметров 40. Но снова же, мой вам совет, держитесь, вот здесь сейчас у нас до центра в районе 85 сантиметров. Ставьте метр трубы, котлу гораздо легче, когда есть разгонный участок. Еще не забывайте про эту прочистку. Смотрите, приятно же здесь, когда ее вы можете достать, да, к ней доступ есть. Внизу тоже можно сделать доступ. Поэтому, если вы не знаете, что сделать, как вам гильзовать, то оставляйте штрабутом от 0 до 2,5 метра и делайте все, что хотите. Но здесь вот у нас точка, открытая шахта была. Но это в прошлом видео, я все-таки перейдите по ссылке, не буду уже отвлекаться. Обязательно ставьте разгонные участки, благодаря которому котлу будет легко. Он будет легко работать, у него будет эффективность, та, которая заявлена по паспорту. С вами был Дмитрий Михайлов, Коммент Бай, монтируйте дымоходы правильно. А если не знаете, как монтировать дымоход, подписывайтесь на мой канал и заходим в Инстаграм. Всем хорошего настроения, до новых встреч, пока. Продолжение следует...